Вы в своем новогоднем обращении сделали очень важное заявление о необходимости перевернуть страницу и прекратить ненужную конфронтацию. Затем сразу же подписали указ номер один об объявлении 2021 года годом народного единства. Было такое. Я просто хочу подтвердить, что я это делал не для того, чтобы, знаете, что-то кому-то показать. Хотя и в этом, наверное, есть смысл, чтобы люди понимали, что я не враг собственному народу и сам себе прежде всего. Я хочу, чтобы в моей стране было тихо и спокойно. Наверное, вы сами этого хотите. Если вам не нравится нынешний президент, то только выборы могут решить этот вопрос. Только выборы. Вот я это говорю, как бы кому-то не нравилось. Вы, особенно в Минске, могу вам прямо сказать, должны понимать, что кроме Минска у нас Беларусь. Говорят, маленькая, она большая. Вы молодежь? Да, вы будущее. Мы уйдем. Вам потом беречь эту страну. Вы будущее. Но выборы – это же когда и у молодого человека с 18 и выше лет, и у старика бюллетени одинаковые. Поэтому не нарушайте закон. Пусть это меньшинство, но это мои люди, как бы ни пафосно звучало. И я не хочу, чтобы даже в воскресенье они ходили по улицам и мешали жить другим. Поэтому пора это заканчивать. Если кто-то услышал и поймет, что мы должны просто на горизонте приходить работать, развивать производство и думать не о себе, а о своих детях, где они будут работать, пожалуйста, мы готовы с вами работать. Если кто-то заблудший был, я тоже хочу, чтобы они услышали. Другого куска земли у нас не будет. И не забывайте, мы вот это мгновение важнейшее, мы можем потерять все безвозвратно. Мы уже никогда не вернемся к этому. Продолжение следует...